Сегодняшний день называется неделей 13 по 50-й. В этот день мы читаем в Закитулькии отрывок из Иоанна Матфея, в котором рассказывается притча о злых виноградах. Ну вот то, как хозяин виноградника все устроил там замечательно и хорошо, для того, чтобы виноград рос, чтобы там все было гармонично, и чтобы собирали урожай, нанял, делали, нанял трудящихся. И эти трудящиеся присвоили все это себе. Более того, они убили посланников этого хозяина и даже самого сына. Притча заканчивается тем, что не просто он, этот господин, тот, кто, в общем-то, все это сделал, должен был злых, вот этих виноградарей, погубить, предать суду, но заканчивается она очень интересной фразой. Строители отринули, пренебрегли главным камнем, который должен был быть во главу угла. Это очень интересно. Отчего так? Вот про виноградаря мы все понимаем. Не так давно у нас в стране была история, когда вот эти виноградари признавались. Я вообще не понимаю, как интересно. Священники читали в начале, скажем, в первые годы революции, после революции. Это вообще не важно. Но ведь конкретно было сказано. Про виноградарей, как это было сказано? Эти виноградари хозяйничали в нашей стране. Точно, абсолютно. Давайте заберем все у всех. У него заводы были, отнимем заводы. У этого были леса, отнимем леса. Он нам дал поработать, а мы сказали, мы хозяева теперь, шел вон отсюда. Мы теперь все этим будем управлять. Отправляем. Ну как они управлялись, мы тоже помним. Злых Господь погубил, предал злу, и это точно было. И не только в 41-м, и позже. Это так. Еще и в 30-х годах особенно злых губил. Тоже было. Несколько волн, репрессий, в которых губил именно тех, кто и сильно злобствовал. Злобствовал. Знаем, что произошло. Разоренный виноградник. До сих пор не можем восстановить этот виноградник. Так. Вон, развалины Храповецкого стоят до сих пор. Там железная дорога была, знаете об этом? Туда. Почти к замку приходила железная дорога с комбоком. Рельсы разобрали. Это ж наше. Теперь. Колхозное. Совхозное. Мое. Все. Что это за виноградник? За виноградник. Что это за работнички такие, которых наняли, а они сказали, вот это теперь мое. Ну, вроде бы это все понятно. Вот в глобальном масштабе, знаете, понятно. Ну, вот такое время было, там непонятно, что творилось. А у нас еще сейчас лучше что-нибудь. И чем это лучше? В глобальном масштабе или в частном? Как только приходит кто-нибудь к власти, говорит, это мое. Почему страну-то разорили, большую? Каждый должен быть сказать, республика теперь моя. Зачем это мне какое-то московское правительство? Я теперь буду в своей столице управлять. Всеми этими моими людьми. Это кто это? Может мной еще командовать? И вот всякие страны, страны, такой стран, такой стран, такой стран. Там в Средней Азии уже стран никогда не было, вообще государства никогда не было. А они говорят, мы такие древние народы. Мы такие могучие. У нас там тысячелетия, несколько тысяч лет нашей истории. В Российской империи вообще все это было одним словом назад. Ну, двумя. Киргизская страна и все. От Оренбурга и, знаете, там чуть-чуть не до Китая. Все. Киргизстан, все. Сейчас такая страна. И каждый великий, важный завоеватель или кто-то... Чего он там завоевал? Чем он? Что он сделал? Ничего он не сделал. Все вот такой великий и ужасный. Для всех своих. Присвоил-то и не свое. Не он же там делал страну. Заводы кто строил? Кто пахал там на целине? Ну, кто? Ну, и никто. Понятно. Вот они делали, они трудились, они все это... Организовали кто-то, от Бога данного, пускай власть, от Бога данный был. Теперь это мое. Теперь я самый главный. Сейчас самый главный у нас на Западе уже есть. Который не может мне несколько десятков лет уже отойти от власти. Тоже верно, тоже понятно. Каждый народ оказывается достойный своих правительств. Ну, так было. Царих царей достойно. Или там пытаются сделать революцию. Для чего? Чтобы другого царя посадили. Другого отца, батьку там, или кого еще там. Кого еще посадили. И каждый будет считать, что это его. И в каждой области все самое интересное. В каждом городе он будет главный. И у него будет главная команда. Потому что он командир. Слушайте, как интересно, правда? У нас сейчас говорят о командах. Чтобы стать командиром. Видите, что самое интересное? Что присвоение власти, которое тебе было дано просто так. Народам, заводам, полей. Неважно чего. Это же грех. Это же не твое. Значит, это мое завоевание. В чем завоевание? Да не в чем. Это же не твое. Но здесь ведь важно не только, скажем, в мировых масштабах мыслить. И там чуть больше, чуть меньше. Ведь каждый делает это на своем внутреннем поле. У каждого человека, у каждого человека своя страна. Свой виноградник. Который он тоже, оказывается, может просто так сказать. Это мое. Дом мой. Земля моя. Дети мои. Работа моя. Пенсия моя. Мне никто ничем не обязан. Я никому ничем не обязан. У нас просто так мы можем словами молоть сколько угодно. А вот на деле показать, что я должен благодарить за то, что мне ты дал, Господи. Ведь это же не мое то, что сейчас я имею. Не мое. На время данное. Мое? Ну на время попользовались. Арендатор. Чем? Домом, землей, телом в конце концов. Оно что, мое? Из земли создано, в землю отойдет. Знаем прекрасно. И чего? И думаем, что это мое. И как я его приукрашу, как я буду им хвалиться, это в молодости. А теперь, а потом постарше, что дети мои, они меня слушают. Я их для себя воспитывала, всю душу отдавала, чтобы только он потом отдал. Ну так, для себя. Опять-таки. Грех-то в чем? В присвоении. Знаете, вот на Венчане даже читаются строки из Священного Писания, когда говорится о том, что дети должны прилепиться друг к другу, а не к родителям. Этот мальчик, который был всегда моим, думает мама, он же всегда мой. Он, оказывается, должен отлепиться от своих родителей и прилепиться, прилепиться к своей жене. Она говорит, мама, нет, жена не такая. Неправильно готовит. Полы не так моет. Не то. Потому что это он мой. Мое кровное. И твое уже давно, 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 только тебе было дано от Бога создавать, возделывать, трудиться на этой винограде. И ты тебе и отдай. Нет, не хочется. Не хочется. Вот так вот. Именно потому что у них отца, а именно потому что себя жалко, душу покойного не могут отдать Богу. Какие слезы пролегают. Смотреть страшно. Горе. Душа от Бога отходит. Он по нам не переживает. Жалеет. Я спрашиваю, чего жалеете? Начинает что-то объяснять, так ведь душа от Бога отходит. Жалко. Чего конкретно? Вот давайте так, по параграфам, по пунктам. Что жалко в этот момент? В результате приходит себя. Как я без него буду? Здрасте. Это еще что такое? В тот момент, когда надо укрепить душу, отходящую от этого мира, небесными, святыми молитвами, отдать ее, не хочет отпускать. Я говорю, делаю все, что положу. Могу, может. Венки красивые, гроб, там чудо не хрустальный, там такой-сякой, там полированный. Но вот свое сердце, привязанное, которое считает, что это ее, его, никак не хочет отдать. Ну, оказывается, просто-напросто, в течение всей своей жизни, по-настоящему, не могли благодарить Бога за то, что Он нам дал этим пользоваться. Это очень, это очень объяснимо в контексте той самой последней фразы, последняя фраза какая? О том камне, которые должны были положить в начале всего. Вот что, с чего должны мы, наверное, начинать? С чего? С Христа. В начале любого дела, будь то воспитание, замужество, начало работы, строительство дома, не знаю, картошку кладем в землю, все что угодно. В начале всего дела, Христос, мы утвергаем. Мы говорим, нет, у нас есть другие камушки. Самолюбие, тщеславие, гордость. Я, я, я. У нас все камушки, они как-то вот в начале из я. Я это сделаю, я это смогу, для меня это будет, мне это будет служить, потому что одно я спрашиваю. Вот на этом фундаменте строится даже, казалось бы, хорошее и замечательное дело. Строительство завода, страны, просто даже землю распахать и посадить картошку, тоже на этом, для меня. Мы, может, и пользоваться не будем, помните, ведь говорит же, вот жительницы себе большие создал тот самый безумный человек, потому что не знал, что на завтра, на завтра он будет призван к Богу, а с этими урожаями своими расстанется. И ничем можем не попользоваться. Собрали сегодня, а до зимы можем не дожить даже. И то, что собрали, это останется неизвестно кому. Он, дома строили, 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 такие большие дома построили, жить некому, говорит, вдвоем теперь живем. А померли оба, дом продали, всю жизнь положили на то, чтобы построить дом для всех. Или для себя. Но когда без Бога, тогда в этой семье, оказывается, жить не хочется. А что там делать? Там каждый живет сам для себя. Понимаем, о чем мы говорим? Когда каждый сам для себя, а не во имя Христова. Когда нет вот этого кривоугольного камня, который есть любовь, там жить не хочется. Работать там не хочется. Вот наша проблема, сколько мы не говорили Богу, Богу, Господь, 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 Господь. Если не будем жить им, им, начиная каждое свое дело, каждую свою мысль. Если не будем класть вот эти камни, в которые есть Господь, любовь, милосердие, сострадание, жертвенность, в конце концов. Вот если эти камни не будем вкладывать в нашу жизнь, тогда все это разрушится. И замок вон разрушился, и страна-то уже, ну, не такая, по крайней мере, как было, остатки. И еще непонятно, насколько и как, что там будет развалиться и умножиться. Если без Бога, то не до подхода. Вот это-то понятно должно было бы быть. И нам-то должно уже с высоты очень многих жизнейского опыта должно было бы понятно быть, что теперь надо жить по-другому, вот так, как Он и сказал, и заповедовал. Без Меня творить ничего доброго не можете. Вот давайте же и будем все творить только с Ним, и только Его класть в каждое наше дело. Аминь. С Богом.